Время Сергея Александровича Есенина. Здесь, на этой сцене, дебютировал актер, который после вашей просьбы выступал еще несколько раз в концерте. Несмотря на свою молодость, а он еще у него был, выглядит гораздо молодым в своих летах. Когда он читает, вот он читал Дудина, я видел, когда наши зрители по большому счету плакали. И Никита Смирнов читает то, что он хочет, но самые главные стихи Сергея Есенина. Прошу вас. Я иду долиной, на затылке кепе, в лайковой перчатке смуглая рука. Далеко сияют розовые степи, широко синеет тихая река. Я, беспечный парень, ничего не надо. Только б слушать песни, сердцем подпевать, только б струилась легкая прохлада, только б не сгибалась молодая стать. Выйду за дорогу, выйду под откосы. Сколько там нарядных мужиков и баб. Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы. Эй, поэт, послушай, слаб ты или не слаб? На земле милее полно плавать в небо. Как ты любишь долы, так бы труд любил. Ты ли деревенским, ты ли крестьянским небом? Размахнись косою, покажи свой пыл. Ах, перо не грабли. Ах, коса не ручка. Но косой выводят строчки хоть куда. Под весенним солнцем, под весенней тучкой. Их читают люди всякие года. К черту я снимаю свой костюм английский. Что же, дайте косу, я вам покажу. Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий. Памятью деревни я ли не дорожу. Ни почем мне ямы, ни почем мне кочки. Хорошо косою в утренний туман Выводить по долам травяные строчки, Чтобы их читали лошадь да баран. В этих строчках песни, в этих строчках слова. Потому и рад я в думах ни о ком, Что читать их сможет каждая корова. Отдавая плату теплым молоком. Не ругайтесь. Такое дело не торговец я на слова. Запрокинулась и отяжелела Золотая моя голова. Нет любви ни к деревне, ни к городу. Как же смог я ее донести? Брошу все. Отпущу себе бороду И протягой пойду по Руси. Позабуду поэмы и книги, Перекину за плечи суму. От того, что в полях за булдыге Ветер больше поет, чем кому. Прованяю я редькой и луком И тревожу вечернюю гладь, Буду громко сморкаться в руку И во всем дурака валять. И не нужно мне больше удачи, Лишь забыться и слушать в пургу От того, что без этих чудачеств Я прожить на земле не смогу. Придется вам только у одной из самых молодых Госпожа Девска Встать, подойти и получить свои цветы. Давайте поаплодируем. Ждите, мая, я попробую спуститься И найти еще одну очаровательную даму, Если я ее найду. А я ее уже нашел. Света не надо давать, но Аплодисменты! Громкие аплодисменты! И даже я поцелую! Анна Рыбакова, наш видеорегистер. Громкие, громкие аплодисменты! Все из вас, кто видит В контакте работы нашего театра Обязанный ей И очень, потому что вы торопитесь. Вот я все равно бесполезный, Людмила Анна, вы же знаете, Мы с вами вместе Так же Как у нас чего-то не хватает? Всех хватает? И вас хватает? Через все хватает? Ну тогда Слушайте великолепные стихи Андрея Девентьева. Как это прекрасно, Когда молод Некоторые даже говорят Красив? Ну как? Все на свой вкус. Вот Игорь Шевков сказал В маму и утром сидит, Что глаза у него Есенинские. Шевков знает, Хитрый, понимаете, все. Поэтому А читать он будет Андрея Девентьева. Никита Смирнов! Давай помолчи, Мы так долго не виделись, Какие прекрасные сумерки Выдались, И все позабылось, Что помнить не хочется Обиды твои И мое одиночество. Давай помолчи, Мы так долго не виделись, Душа моя, Как холостяцкая комната, Ни взглядов твоих дней, Ни детского гомона, Завалила книгами Площадь жилищная, Как сердце словами, Теперь уже лишние. Ах, эти слова, Словно листья опавшие, И слезы На целую жизнь опоздавшие. Не плачь, У нас встречи сегодня с тобой, А не проводы, Мы снова сегодня наивны И молоды, Давай помолчи, Мы так долго не виделись, Какие прекрасные сумерки Выдались. АПЛОДИСМЕНТЫ Никита Смирнов, Алина Целых Страмней Смирнов, Алина Целых Страмней Страмней Дорогие мои друзья, Ну вы тоже дождались, Я понимаю, Заволобались, Значит у вас все в порядке. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ